Привет, мои дорогие! Я рада снова вас приветствовать на своем канале. Я здесь для того, чтобы помочь вам разобраться с грамматикой, чтобы в конце моего курса вы смело сказали, что грамматика английского языка действительно легкая. Сегодня мы с вами возьмем максимально возможное количество предлогов. Предлогов не так много в английском языке, и большая часть предлогов сегодня у вас уже будет в полном объеме. Остальное имеется дело с какими-то там ерундовыми, там, to and away, off, они будут попадаться впоследствии уже в процессе обучения. Но сейчас нам с вами очень понадобятся все вот эти основные предлоги местоположения. Прибавим их к тем предлогам, которые вы уже хорошо знаете. On – это на, in – это в, at – это непосредственная близость к предмету. At the white board, at the black board, at the table. Дальше у вас есть with – это вместе с кем-то, from – это из чего-то. Также мы на прошлом занятии взяли три новых предлога. Не – это около, рядом. Above – это над. И under – это под. Продолжим. Я здесь везде пишу me, как бы от себя. Вам будет гораздо проще, как прежде, все на себе, все через себя пропускать. Таким образом вам будет быстрее и легче все это запоминать. Итак, напротив меня. Представляю себе каждый раз, что я солдат, и напротив меня – фронт. In front of me. Остановимся с вами на таком новом для нас предлоге, как of. Ну, in front тоже новый, но of – он такой, что он везде, в общем-то, попадается. Что такое of? У of нет аналога в русском языке. В этом его сложность, в этом его неуловимость. Иногда он есть по логике вещей, иногда даже по той же логике вещей. И его почему-то нет. Как его проследить? Когда его использовать? Чаще всего его придется запоминать. Но у него есть кое-какое понимание. Я попробую вам помочь. Хоть чуть-чуть дать вам какое-то объяснение этого, такого необъяснимого предлога of. Оф для меня лично является каким-то возвратным предлогом. И я даже своим студентам показываю вот такой знак всякий раз, чтобы помочь им определиться, надо его говорить или не надо. Или когда они пропускают этот предлог, я делаю так. Да, и оф. Оф используется как своего рода связка падеж. Конечно, в русском языке ведь есть падежи, здесь тоже есть падежи, конечно, но они так не акцентируют на этом внимание. Потому это больше как связка. Представьте себе, что я хочу сказать, что мой папа директор завода. Директор завода в русском языке мы меняем окончание. В английском нет такой привилегии, потому они должны соединить эти два слова. Если они не соединят и скажут, my father is director factory, то скажем, директор, фабрика. Директор кого, чего, когда у вас есть такой вопрос, и должна появиться какая-то необходимость связать два слова, вы скажете, of. My father is a director of the factory. Либо дай мне чашку кофе. A cup of coffee. Это улица свободы. The street of freedom. Ну, если не название, а просто как улица олицетворяющая свобода. Или день, допустим, там, день моей свободы. The day of my freedom. Или the day of my happiness. День моего счастья. Так вот, всякий раз, когда у вас будет кого-чего, в основном, но не всегда, будет использоваться связка of. In front of me. Напротив кого-чего? Меня. To the right of me. Справа от меня. To the right. Может быть, также он. Вы имеете это в виду. To the right of me. Слева от меня. To the left of me. Но обратите внимание, просто behind me. Без всяких of. Behind me. Позади меня. Далее. Between. Между чем-то двумя. Вот это начало слова и определяет его значение. Be. Это всегда ассоциируется с чем-то двойственным. Например, биполярное расстройство. Или bilingual. Да, или это двойной язык. Или бисексуал. Да, или группа B2. Все это через два. Потому не надо даже иногда говорить, что между двумя домами растет деревце. Between подразумевает между чем-то двумя. Between houses. Between their houses. Between the cars. Between the girls. Between rivers. The rivers. И так далее. То есть between это между чем-то двумя. А вот следующий предлог очень важен. Among. Пишется among, но читается among. Это среди множества. Не в серединочке. Не путайте, пожалуйста. А среди. Среди всех цветов. Самые красивые. Это роза. Или среди всех девочек она королева. Или среди всех моих друзей у меня есть один доктор. И так далее. То есть среди множества что-то там. In the middle of. В середине. И in the center of. Это в центре. Разница в применении зависит от вас. Как по-русски вы хотите сказать. То такой предлог и применяйте. Когда хотите сказать в середине двора. Говорите in the middle. Когда хотите сказать в центре стола. Говорите in the center. Здесь зависит от вас. И так проговорим все, что мы уже знали прежде и прибавляем новое. И так. Погнали. Он. На. In. В. At. Непосредственно близко к примету. У. За. With. Вместе с кем-то. From. Из чего-то. Дальше. Near. Около. Above. Над. Under. Под. Если что-то из этого было еще пока непонятно. Пролистайте уроки назад. Там вся эта информация есть. Мы двигаемся дальше. Напротив. In front of me. To the right of me. To the left of me. Behind me. Between. Among. In the middle of. И in the center of. Все переводы я вам наговорила. Сделайте, пожалуйста, конспект. И мой совет, пожалуйста, выпишите это. На отдельный листик в своем блокноте. Где-то там с конца. Пусть это будет вашей палочкой-выручалочкой. Ну, у меня на сегодня все. Встретимся в следующих видео. Пока. Пока.